Продолжаем наш выпуск. В течение всей предпраздничной недели в нашем городе проходит чествование ветеранов войны и вручение им подарков на дому. В этой акции принимают участие депутаты Совета народных депутатов округа, члены фракции партии «Единая Россия», представители Муромского комплексного центра социального обслуживания населения и специалисты комитетов общественного самоуправления. В гостях у Александра Николаевича Шамшаева, ветерана Великой Отечественной войны. Побывала и наша съемочная группа. В эти майские дни самые искренние поздравления получают главные герои предстоящего всенародного праздника. Ветеранам, которые сейчас по-прежнему остаются дома, устраивают персональные торжества. Разрешите вас в преддверии этого великого праздника поздравить с наступающим Днем Победы, пожелать вам всего самого хорошего, самого главного здоровья, долгих лет жизни. От главы округа Мурома Евгения Геевича Рычкова, от партии «Единая Россия», от губернатора Владимирской области. Примите, пожалуйста, от нас вот эти вот подарки. Поздравляю вас с таким знаменательным днем, 9 мая. Желаю вам здоровья, благополучия, счастья вашим родным и вашим близким. Долгих вам лет жизни. Поздравляю. Александр Шамшаев ушел на фронт с 17-летним мальчишкой, когда советская армия уже освобождала Европу. После окончания Кремлевского училища он стал незаменимым специалистом по налаживанию связи в Польше. Мы начали строить правительственную связь от города Белостока, это Польша, и дошли до Варшава. Варшава после войны. Эту связь мы обеспечивали, охраняли. После долгожданной победы Александр Николаевич прослужил в армии еще 8 лет. Во время теплой встречи с фронтовиком нашей съемочной группе удалось узнать интереснейшие факты. Оказалось, что ветеран войны и по сей день бережно хранит портрет маршала Аркасовского, с которым жизнь свела его лично. Александр Николаевич нам рассказал о том, что президент Польши обращался лично к Сталину для того, чтобы обеспечить правительственную связь и помочь дружеской стране на тот момент Польши. И Александр Николаевич лично Сталин назначил для того, чтобы тот помог и обеспечил правительственную связь на территории Польской Народной Республики. И он устанавливал личную связь непосредственно для маршала Советского Союза Аркасовского. К акции поздравлений ветеранов подключились воспитанники детских садов и их родители. Сегодня мы принесли подарки из детских садов 32 и 38. Дети совместно с воспитателями и с родителями своими от всей души старались и сделали открыточки, поделочки, чтобы передать ветеранам Великой Отечественной войны и поздравить с Днем Победы. Фронтовики, труженьки тыла, блокадники, чествование ветеранов на дому продолжается. Только за сегодняшний день поздравили троих наших земляков. Всего же в планах городской администрации вручить подарки 45 защитникам Родины. Елена Петрова, Александр Симонов. Наши новости.